Денис Придонов в студии. Здравствуйте. Не за горами одно из важных и ожидаемых событий для алмазодобывающей компании. Это чемпионат по решению кейсов Алроса. О том, что это за кейсы, как и кто их будет решать, мы сегодня поговорим с Екатериной Селедковой, ведущим специалистом направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета акционерной компании Алроса. Екатерина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Итак, чемпионат по решению кейсов Алроса. Как у любого чемпионата должны быть направления? Иными словами, что это за кейсы и какие направления будут представлены? Ну, чемпионат это вообще такого рода соревнования. Соревнования по решению инженерных кейсов. То есть это направления, которые представлены в чемпионате. Это направления, актуальные и востребованные для компании Алроса по востребованным направлениям. На сегодняшний день у нас было заявлено 8 кейсов, но сегодня у нас такое открытие. У нас появилось 9 направление. Это направление строительства. То есть теперь не 8, а 9 направлений. 9 направлений. Где себя могут попробовать участники этого чемпионата в решении кейсов? Ну, кейсы это задачи. Да, может быть, на примере разберем решение какого-то определенного кейса для того, чтобы понять нам. Сам чемпионат проходит. На данный момент формируются команды. Молодые специалисты и студенты направляют нам заявки на электронный адрес молодежи Алроса. Вследствие чего 1 декабря мы организовываем торжественное открытие в формате онлайн на платформе вебинар. После чего, после открытия у нас молодые специалисты и студенты получают кейсы своей задачи, приступают непосредственно к решению своих задач, находят самые инновационные и современные методы решения данных задач. То есть в кейсе задачи представлены это актуальные производственные задачи. Молодые специалисты и студенты решают эти задачи и 6 числа, 7 ошиблась, 7 числа представляют свои решения экспертной комиссии. То есть сдается им ровно неделя? Да, почти неделя, 6 дней. 6 дней. 6 декабря готовое решение должно поступить к организаторам и 7 числа происходит защита кейсов. Защита кейсов. Ну вот мы вскользь упомянули о количестве этих направлений. Было 8, стало 9, 9 это строительство, а вот первые 8? Это горное дело, буро-взрывные работы, промышленная безопасность и производственный контроль, техническое обслуживание и ремонт, геологоразведка, снабжение, экология и гидротехнические сооружения. То есть во всех этих направлениях есть та самая инженерная составляющая, и благодаря уму своему меткому и ёмкому можно всё это решить. Конечно. Ну а почему дистанционный формат? То есть это будет на площадке какой-то происходить, на онлайн? Изначально, как начал создаваться данный чемпионат, первый формат его был на форуме «В настоящем будущее». Это проходило в формате очном, на форуме. И это был 2019 год, и в дальнейшем на всю нашу прекрасную страну обрушился. Вне, коронавирус. Да, пандемия обрушилась, коронавирус, и было принято решение попробовать провести чемпионат в таком заочном формате. Как мы потихоньку начали переходить, и формат этот всех устроил, всем понравился. Формат не предусматривает отрыва от производства, то есть все задействованы на рабочих местах и параллельно занимаются своим развитием и профессиональным решением задач. Это здорово. С одной стороны, удобно. Тем более, можно у кого-то и советы спросить где-то, да? Где-то... Да, обратиться непосредственно к производству. Главный результат. Потом показать все это 6 декабря, 7 уже защитить его. Хорошо. Молодым везде дорога. Я знаю, что принять участие в этом чемпионате могут молодые специалисты. Их возраст должен быть до 35 лет. Это сотрудники... Включительно. То есть 35 лет человек может на него участие. Да, да. Ну, если, конечно, у него не через 3 дня день рождения. Включительно до 8 декабря, да? До 8 декабря, чтобы вам было по 35 лет. Да. Это сотрудники компании. Кто еще? И также молодые специалисты компании, и студенты вузов и корпоративных учебных центров. И вузов-партнеров. И вузов-партнеров. Хорошо. Ну, а теперь, наверное, к результатам. Что даст чемпионат всем тем, кто примет в этом участие? Как это может, может быть, отразиться на его деятельности в дальнейшем? Какие-то бонусы, плюсики? Ну, для молодых специалистов это, конечно, возможность презентовать свои профессиональные навыки, свои знания, показать, насколько прошарены молодые специалисты, насколько они знают свое направление, возможно, другое, да, какое-то, допустим, человек работает у нас в сфере экологии, но он очень хорошо разбирается в снабжении, допустим, да, и вот почему бы не попробовать себя в другом направлении, возможно, это твое. Ну, а для студентов это, конечно... Практика. Во-первых, попробовать, да, на практике, попробовать посмотреть изнутри, как решаются все эти производственные задачи, прокачать свои навыки и получить возможность попасть в компанию «Алроса» на практику. Это здорово. Что уж тут говорить. Но наверняка участников-то будет кто-то оценивать, компетентное жюри. Вот кто будет входить в тот самый экспертный совет? Ну, по всем направлениям, естественно, будут входить у нас разработчики данных кейсов по направлениям, то есть непосредственно те специалисты, работники компаний, которые создавали эти кейсы по направлениям, и экспертные жюри, также это люди компетентные по данным направлениям, то есть если идет у нас экология, то мы будем привлекать экспертов сферы экологии, с экологического центра и так далее. И так далее, и так далее. Но вы вскользь говорили об этом. Давайте еще раз проговорим, до какого времени можно подать заявку и каким образом это сделать? Заявочная кампания у нас активно идет, уже поступают заявки, и сделать это можно до 17 ноября, необходимо заполнить заявку, направить на электронный адрес молодежь собака.алроса.ру до 17, включительно, 17 ноября еще мы принимаем, то есть это последняя возможность запрыгнуть в поезд и подать заявку. В заявке нужно указать состав команды. А команде сколько должно быть человек? Четыре человека. Четыре человека, да. Должен быть определен капитан, должно быть определено название команды. Вице-капитан. Вице-капитан, это уже внутренняя составляющая команды, да, почему бы и нет, помощник капитана. Да, нужно определить название команды и утвердить заявку службы управления персонала и руководителям подразделения. Также молодые специалисты могут делать сборные команды из нескольких подразделений. Это тоже важный момент. И такой еще вопрос. Каждый участник, точнее, каждая команда, она может решать кейс только одного направления или нескольких? Да, одна команда. Ну, это, скажем так, очень трудоем, трудозатратный процесс этого решения, потому что, как бы, направление, оно же может быть очень расширенное, и до того, до момента, как вы получаете кейс, вы не знаете, какая тема конкретно вам попадется. И нужно же углубиться и достойно представить решение. Поэтому будет тяжеловато участвовать в нескольких направлениях. Лучше, конечно, определиться с одним. Тем более, время ограничено. Да, тем более. Шесть дней. И здесь не как на экзамене билет вытянул, посмотрел. А можно перетянуть? Нет. Какой кейс получили, уже тот кейс и решают. Ну, хорошо, очень интересно. И большое спасибо вам за беседу. Мы желаем успеха всем участникам чемпионата. И, возможно, действительно, для кого-то из них этот чемпионат станет путевкой в будущее. Почему нет? В гостях была Екатерина Оселедкова, ведущий специалист направления профориентации работы с молодежью Корпоративного университета Акционерной компании «Алрос». Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Ждем ваши заявки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!